Добрый вечер! На календаре 10 ноября воскресный эфир общественного телевидения НКР продолжает специальный выпуск программы «Вестник», посвященной прошедшей 31 октября в Москве научно-практической конференции. Дорогие друзья, я веду свой репортаж из самого что ни на есть сердца Москвы неподалеку от Красной площади перед зданием президент отеля, где через несколько минут начнется научно-практическая конференция на тему «Угилистанский мирный договор. История и современность». В работе форума участвуют представительные делегации Российской Федерации, Республики Армения, а также Нагорно-Карабахской Республики. В Арцарскую делегацию, помимо вашего покорного слуги, входят профессор истории Арцарского госуниверситета Ваграм Атанэсян, депутат национального собрания, еще один депутат национального собрания НКР Сергей Газарян и помощник президента НКР Ашот Бегларян, а также сотрудники постоянного представительства Нагорно-Карабахской Республики в Москве Рубен Заргарян, Арсен Мелик Шахназаров и сам постоянный представитель НКР в Москве Альберт Андриан. Есть политические события, которые не являются однодневками и, уходя в историю, они остаются актуальными и в современности. Именно к таковым относится Гюлистанский мирный договор, 200-летие которого отмечалось в октябре этого года. Именно по этому документу на правовой основе Карабах был присоединен к России и заложена основа для Туркменчайского договора, в свою очередь явившегося началом новой Туркменчайской договорной системы. В вестибиле подведомственного администрации президента России пятизвездочного отеля с 10 утра началась регистрация 90 участников конференции, видных российских историков, политологов и журналистов, представителей армянской, талышской и дагестанской общественности Москвы, а также ученых и официальных лиц из Армении и Нагорно-Карабахской республики. Из средств массовой информации после программы «Вестник», разумеется, раньше других явились представители азербайджанских телеканалов. Эта конференция не случайно проводится. К сожалению, тема Гелюстанского договора не получила надлежащего освещения сейчас в российских СМИ, да и в СМИ кавказских государств. А это ведь был ключевой поворотный этап развития Закавказья на много столетий, когда Закавказья вышла из-под влияния Персии, Турции и перешла под влияние России. И вот геополитические последствия тех событий, они сказываются сейчас. Те вопросы, проблемы, которые тогда были заложены, они сохраняют актуальность и по нынешний день. Поэтому возникла острая потребность в проведении такой конференции, на которой можно будет подробно рассмотреть все эти вопросы. Заседания конференции будут проходить в так называемом круглом зале, в котором уже собираются участники форума. Конец года, это всегда очень много проводится разного рода конференции, презентации книг. Вот недавно мы знаем, что представлялась книга одного российского историка, который давал свою версию истории Кавказа, истории Армян, истории Азербайджана. Вот сейчас проводится конференция по Гилистанскому договору. Недавно я на конференции в Тбилиси был. Вообще, надо сказать, что довольно интенсивно жизнь на Кавказе развивается, и научная жизнь в том числе, и эксперты все время встречаются. И во многом это объясняется тем, что 2013 год станет во многом определяющим годом не только для Кавказа, но и для всего постсоветского пространства. А данная конференция, она находится в ряду тех конференций, которые призваны осмыслить то, что происходит, и понять те перспективы, которые ожидают регион в связи с восточным партнерством, в связи с интеграционными проектами на постсоветском пространстве, которые инициированы Россией. И Гилистанский договор – это важнейшее событие прошлого, которое во многом определило историю Кавказа и во многом определяет и современную ситуацию. То есть, вот понять, еще раз посмотреть и проанализировать его влияние, и не только обращаться в прошлое, но с помощью прошлого посмотреть и в будущее, наметить какие-то перспективы, которые ожидают регион, вот это очень важно. Работу конференции открыл директор института стран СНГ Константин Затулин. В судьбе армянского, азербайджанского, грузинского, абхазского и многих-многих народов Кавказа подписание Гилистанского договора означало легитимацию, узаконение новой реальности. И на два почти века после Гилистанского договора судьба этих народов оказалась очень тесно связана с Россией. С Россией, которая выступала в форме Российской империи, затем Советский Союз. В настоящее время, как мне кажется, актуальность Гилистанского договора во многих его положениях совершенно не устарела. События той войны, герои той войны, несколько подзабыты в российской истории. Их заслонила другая война, Отечественная война 12-го года. Это несправедливо, ибо и подвиги, и слава, и, как сказал герой войны генерал Петр Картлевевский, кровь, пролитая на берегах Аракса, ничуть не менее цена, чем та, которая пролита на Москва-реке или на Сене. Поэтому для нас обращение к теме Гилистанского договора еще имеет и это измерение, память наших предков, которая не должна быть забыта. Я хочу вам сказать, что в ходе подготовки этой конференции, безусловно, я выслушал разные точки зрения о том, насколько она необходима, стоит ли об этом вспоминать и так далее. Так вот, я хочу сейчас, учитывая присутствие средств массовой информации, сказать, что я ни во что не ставлю соображения, по которым мы должны забыть о тех подвигах и славе, о наших предках, все равно какой национальности, которые вместе сражались за то, чтобы освободить Кавказ, за то, чтобы дать Кавказу мирную созидательную жизнь. Никакие геополитические соображения, нежелание кого-то обидеть, учесть там тонкие и деликатные моменты, меня в этом вопросе не останавливают. Потому что речь идет о памяти, речь идет о нашем, как в таких случаях у нас стало модно говорить, генетическом коде. Мы опираемся на советско-иранские договоры 21-го, 40-го годов, а они написаны в продолжении линии Гюлистанского договора, где, как вы знаете, есть статья, по которой Россия и только Россия имеет право держать военный флаг на Каспийском море. Распад Советского Союза, как вы знаете, сопровождался продолжавшимся на тот момент конфликтом в Нагорном Карабахе. И, конечно же, сегодня мы, адресуясь к документу, по которому к России отходил целый ряд территорий, в том числе, кстати, и Карабахское ханство, Мы видим основания для той миротворческой миссии, которую Россия продолжает исполнять на Кавказе, в частности, занимаясь в составе Минской группы урегулированием Нагорно-Карабахского конфликта. С приветственным словом к участникам форума обратился председатель Союза Армян России Ара Абрамян. Действительно, мы очень мало знаем, и наше общество очень мало говорит о губернистанском договоре. Он играл огромный ролл в кавказской народе, в том числе, то, что вы сказали, в весе всех государств Каспийского моря. Я бы предлагал, если возможно, создать такую рабочую группу с историков, с экспортов, и я готов финансировать, сделать хорошие книги, конференции, книги, итоги, чтобы были хорошие книги о губернистанском договоре, о этой войне, которая там произошла. Там десятки тысяч людей дали жизнь за победу 200 лет тому назад. Я вот это, если вы примете, я с удовольствием в Союзе Армян России готов был участвовать. То, что касается армян, действительно, не 200, больше, а 200 лет не меняют свою позицию. Я иду уже в современное время. Нам, армянам, уже жизнь очень, к сожалению, в истории есть много таких вопросов. Но мы научились делать так, что история не мешала нам сегодня жить. Мы не забываем историю, мы не забываем тот путь, который мы прошли. Он был очень страшный путь, это я имею в виду геноцид армян. Вообще, у нас много вопросов есть, но, тем не менее, мы сегодня хотим жить в мире, в согласии. Мы не забываем историю, мы хотим, нам, сегодня, Армения, нужно один. Самый главный вопрос – это безопасность. Если мы не будем вернуться к истории, если мы не будем дать оценки истории, у нас, наверное, неполноценная будет гарантированная безопасность. Армении, чтобы не повторились такие страшные преступления, как геноцид. А то, что касается таможенного союза, интеграции Армении и евро-азийских государств, это я полностью тоже поддерживаю. Я могу говорить, как россиянин, как руководитель союза Армян России, как личность, как лично свое мнение. Мне кажется, это очень правильное решение было президент Армении, когда он подписал вот это соглашение. Это не так, просто сразу приехали и подписали. Это трехлетний труд, потому что мы следили. Армения был наблюдателем вот этого Евразийского союза. Я он все время изучал. Наоборот, я могу сказать так, в России, в Армении говорят, что президент Армении спешил. А в России говорят наоборот, что Армения очень долго тянула этот вопрос. И последний момент, вот он дал свое согласие. Я просто знаю, и со стороны Армении, что это очень серьезно обсуждено было на всех уровнях. Президент очень многих мнений спрашивал, в том числе я тоже свое мнение высказал по этому поводу. Это очень хорошее решение было, это взаимовыгодное решение, как Россия, так и Армения. Это очень правильное решение, выгодное решение. Это очень важно. И то, что мы здесь проживаем более 2,5 миллионов армян, наши родные, наши близкие сегодня больше проживают в Армению, чем, допустим, часто туда, часто летим туда, часто интегрируемся, часто здесь получаем образование, бизнес. Конференцию ее участников поприветствовал далее постоянный представитель Нагорно-Карабахской республики в России Альберт Андриан. Я хотел бы, прежде всего, от президента Нагорно-Карабахской республики, от властей, передать приветствие всем собравшимся, передать участникам конференции плодотворной и спокойной, хорошей работы. Я хотел бы поблагодарить организаторов конференции, Институт страны СНГ, Константин Федорович Вас, Раш Авидович Вас в лице Союза Армян России, за организацию такой конференции. Она необходима, она своевременна, и она должна была быть. Может быть, в каком-нибудь другом расширенном составе, но в любом случае эта конференция очень своевременная и необходимая. Потому что те процессы, которые происходили на протяжении этих двухсот лет, они касаются каждого из нас, они касаются всех тех государств, которые проживают на этой территории и которые сопричастны к этим событиям. И я считаю, что это символично, что этот договор был подписан именно в Карабахе. И результатом всех этих двухсот лет, всех этих трансформаций, которые происходили на этой территории, это и есть сегодняшние реалии. Это те независимые государства, которые сегодня созданы на территории Кавказа. И прежде всего, так как я представитель Нагорно-Карабахской республики, это Нагорно-Карабахская республика, которая вот уже 20 лет существует, развивается и старается соответствовать всем требованиям международных норм. Вопрос непризнанности, это, конечно, вопрос времени, но я хочу сказать, что Нагорно-Карабахская республика вполне самостоятельное и ответственное государство и готова мирно сотрудничать, сосуществовать со всеми странами, которые имеют интерес и в этом регионе, и вообще в целом мире. И для того, я думаю, что сегодня тут собрались историки, политологи, эксперты, и они, каждый из них, представить свой доклад и по исторической части, и особенно хотелось бы послушать по перспективам дальнейшего сосуществования на этой территории. Вот еще раз всех приветствую, поздравляю и желаю плодотворной работы. Спасибо. Первый доклад был прочитан советником МИД НКР Рубеном Заргаряном. Армения, Нагорный Карабах и Россия являются стратегическими союзниками со времен Киевской Руси и до наших времен. Русской царской армией с 720 года служило 155 армянских генералов. Политолог Ковай Сорокин констатирует, исторические армяне являлись одной из государства, образующих наций, краеугольным камнем Российской и Советской империи. Народ-тужник во все времена был оплотом России. Не с числа битвов, в которых бок о бок сражались наши нации, не считали знаменитые русские фамилии художников, ученых, военачальников армянского происхождения. Все эти люди, от генерала Лариса Меликова до маршала Баграмяна, от художника Ивазовского до конструктора Микояна, были выдающимися патриотами России и формировали основу российского исторического архетипа. Среди народов, принявших активно участие в Великой Отечественной войне против германского нацизма и их союзников, достойное место занимает и армянский народ. На фронтах Великой Отечественной войны сражалось более 500 тысяч армянских воинов. Были сформированы 6 армянских дивизий, которые с боями прошли от Кавказа до Берлина, приняв участие в начале коренного перелома в годы Великой Отечественной войны, битве за Кавказ. Вопросом нового смысла безопасности и термина «Южный Кавказ» был посвящен доклад кандидата исторических наук Модеста Колерова. Я продолжаю говорить так, как говорили наши предки за Кавказе и не говорю «Южный Кавказ», как это пытается нам навязать турецкая историография. И вас, уважаемые коллеги, я призываю не забывать, что термин «Южный Кавказ» – турецкий. И присягая ему, вы присягаете ее картине мира. Что нового? В отличие от процесса последних двухсот лет, мы видим выход в новое пространство за Кавказе новых государственных субъектов – Абхазии, Южной Осетии, Нагорного Карабаха. Не будем вникать в детали взаимных отношений, но тот факт, что традиционное изображение за Кавказе как поле государственности только трех единиц, трех субъектов, устарело. За Кавказе давно уже, 20 лет де-факто, и 5 лет отчасти и в правовом смысле, является полем деятельности шести государств. А это избавляет нас от необходимости доказывать, что будущие перспективы, стратегические перспективы региона прямо связаны не только с гибелью, как говорил Аказемик Сахаров, маленьких империй региональных в этом субрегионе, но и с усложнением самой системы, самой картины этой безопасности. Ее усложнение, независимо от фактического статуса, кто чей протекторат, ее усложнение является фактом, потому что заставляет рассчитывать эту сбалансированную систему безопасности не на три игрока, а на шесть, не считая внешних, соседних, на юге или на севере. Не говорю про внешних издалека. Как я уже сказал, надежда на то, что дядя из Лос-Анджелеса в нужный момент положит свою гирю на чашу весов безопасности, тщетна. Юлистанский мир не только содержит в себе, но и настоятельно диктует единство судьбы Северного Кавказа и Закавказья, единство судьбы и единство безопасности Дагестана и Восточного Закавказья. Ничего не изменилось. Представитель Дагестана Олег Перов рассказал о роли гилистанского договора в судьбе своей родины. За всеми этими движениями стояла Турция. И это была не только политическая поддержка, не только опосредственно другие мировые державы участвовали в этом процессе, но это был и подкуп, и попытка предотвратить. То есть два льва восточных делили Кавказ, тут Россия приходит и не дает им раздирать это пространство. И это, конечно, не нравится ни тем, ни этим. И сегодня, возвращаясь оттуда сегодня к нашему времени, мы видим, что сегодня тоже подогреваются антирусские настроения на Кавказе и на Арксийском Кавказе в первую очередь. Ну и не только. И на этот раз это происходит не со стороны Турции или Ирана. Конечно, Турция тоже участвует, но в основном это, конечно, со стороны политического ислама. И, к сожалению, продолжение процессов реисламизации, усиливая религиозную компоненту и политизируя его, тем самым делает такой очень достаточно опасный крен. Он возрождает религиозные какие-то ценности, ориентиры. И в исламских религиозных ценностях, причем политизированных, там нет российской ориентации, она как раз антироссийская. Выступление кандидата философских наук Надеи Нараевского касалось непосредственно вопросов Карабаха и Азербайджана в свете Гюлистанского договора. Соседний Азербайджан, название которого появилось, конечно, много позже, взятое от иранских северных провинций, оно появилось во время, в 18-м году, при создании Азербайджанской республики. Это все нам хорошо известно и так далее. Но сам факт того, что, в общем-то, не совсем правомерно, а дата вхождения так называемого тогдашнего Азербайджана в состав России привязывалась к Гюлистанскому договору. Такое было в советской историографии и, как видите, совершенно безосновательно. Армения, как мы помним, после Туркманчайского договора, Риванское, Нахичеванское ханство тоже вошли в состав России. Ну и, так сказать, столица Армении попала в состав тогдашней большой России. После Карабаха. И это тоже немаловажный момент, который и свидетельствует в пользу того, что, да, вот есть два армянских государства. И исторически так сложилось, что под этим ведь были и достаточно серьезные основания исторические. Да, один народ, конечно, все понятно, но, тем не менее, этот правовой момент, на мой взгляд, представляет интерес. А традиционно ведущий роли России в регионе Кавказа сказал в своем выступлении депутат Национального собрания Армении Хайк Бабуханян. То же самое произошло, когда Россия ушла из-за Кавказа после развала Советского Союза. Опять же, Турция резко активизировала свою позицию. Та же самая война в Нагорном Карабахе, когда непонятно, по каким причинам, так сказать, Карабах надо было, значит, отдавать Азербайджану, так как, опять-таки, исходя из развития исторической ситуации, ясно, что государство Азербайджан, в том виде, в котором оно сегодня существует, не Азербайджан-провинция, а Иран, а Азербайджан-независимая республика, в течение всего, значит, и всей истории человечества существовало 4 года. И, значит, Нагорный Карабах никак уж, никаким образом, не мог быть частью этого государства после развала Советского Союза. И война, опять-таки, была под, значит, давлением Турции начата. И еще один вывод, который я бы хотел сделать, то, что, как и 200 лет назад, мы имеем очень похожую ситуацию. За влияние в Закавказье борются Турция, Иран и Россия. И когда, если Россия уходит, то, опять-таки, значит, это приводит к тому нестабильности самой России. Нестабильности на Северном Кавказе, в Дагестане, и она может распространяться куда угодно, это нестабильность. И как тогда, совершенно верно, вот здесь было сказано, и также сегодня, мир Закавказье, он нужен и России, и Армении, и народам самого Закавказья. И надо нам посмотреть, а кто же тогда не хочет этого мира? Кто не хочет мира в Закавказье? Армяне этого хотят, естественно. Это нужно России, это нужно Армении, это нужно Ирану. Абсолютно очевидно, что это нужно Ирану на его северо-западных границах. Потому что, а кто же не хочет? Не хотят те, кто хочет распространить свою экспансию, пользуясь, так сказать, общностью тюркских народов, экспансию политическую, то есть это пан-туркизм, это пан-исламизм, дойти до Китая в этой своей экспансии. Роли армян в судьбах России был посвящен доклад директора Музея Института геноцида армян, доктора исторических наук Гайка Демояна. Акцентируется важность перевода или предоставления возможностей возврата. Это хорошее слово, хороший термин. Я хочу процитировать лишь один документ и перейти к сути моего доклада. Вот, к примеру, главнокомандующий Николай Ртищев пишет Румянцеву. Это уже после подписания Гулистанского мирного договора. Это существенно. Почему я это акцентирую? Потому что в современной азербайджанской историографии вы сами знаете, что, ну, представуя там указа Гейдара Левого в геноциде пишется, что следствие геноцида являлся именно появлением армян на территории Кавказа. Значит, 1813 год, 19 ноября, после заключения Гулистана, Ртищев пишет донесение Румянцеву. Вот я процитирую этот документ. Статья о размене обоюдных пленных из числа войск не встретила никакого затруднения по взаимному между нами согласию. Но с великими трудами сопряжено мое старание, чтобы сей уже статью выговорить возвращение обывательских семейств в разные времена, увлеченных в плен, каковых весьма много находится в Персии, и предоставить свободу всем бежавшим за границу по преступлениям или другим каким случаям, как из войск, так и жителям возвращаться в свое отечество, кто добровольно того пожелает. Я уверен, что сие обстоятельства, весьма полезные для здешнего края, в скором времени обогатит населением изобилищие места Карабаха, Елизаветполя и прочих татарских дистанций, ибо никто из таковых не пожелает остаться в каменистой и бесплодной Персии, теснимых сфертовой жестокостью самого правления. То есть здесь говорится о том, что в разные времена армянское население было подвержено политике депортации. Не только армянское население Карабаха, вы сами знаете, Шахабас депортировал около 300 тысяч армян и грузин в начале 17 века. Это говорит о том, что уже в российской позиции происходила существенная перемена, трансформация, и было уже такое настроение, что надо усилить край, нежели заставить людей уехать оттуда. Тем более усилить тем народным населением, которое своевременно было депортировано. Это очень существенно важно, потому что сейчас в азербайджанской историографии пишут, что армяне появились неоткуда из Персии, какие-то армяне появились на территории Карабаха. Сейран Карапетян, Нагорно-Карабахская республика. Я пользуюсь случаем, что находится в этом зале цвет ученых Института стран СНГ. Хочу просто выразить благодарность всем вам за то, что вы ежесекундно, ежечасно несете историческую правду в своих выступлениях, в своих публикациях, в своих монографиях. И как преподаватель одновременно Арцахского государственного университета, кафедры философии и политологии, хочу сказать, что в том числе на ваших книгах учатся наши будущие политологи. Спасибо вам большое. Участникам конференции были розданы тексты Гюлистанского договора и письма Зори Абалаяна президенту России. Последнее также стало предметом обсуждений на форуме. Карабаху мы приехали ночью в огнях, днем, конечно, он смотрится несколько по-другому, в плане того, что зелень маловато, солнце, печет, а так город красивый, современный. Задаю вопрос, ваше отношение к Нагорному Карабаху? Пытается уйти, потому что вдруг провокация какая-то идет, ну, человека релаксируешь, начинает говорить. Спрашиваешь коллег, армян, братья наши, у них другая позиция, понимаете? И вот я успел прочитать это письмо, я под каждым словом, как вы сейчас говорили, вашего великого современного писателя, готов подписаться. Один из самых авторитетных общественных деятелей Нагорного Карабаха, правящий архиерей Арсавской епархии, архиепископ Паркев Мартирусиан, назвал в интервью телекомпании одно из местных поступок Балаяна верным. По его словам, президент России может и не знать подробностей истории. История и речь, цитата, идет о ключевых событиях, судьбоносных подробностей, поэтому я считаю, что Зоря Балаян очень правильно сделала, что прояснила эту важную политическую проблему истории, сказал архиепископ Паркев. Сам Балаян в интервью с телеканалом АМЕК Плюс заявил, что в его письме нет ни мыслей, ни намека на то, что Карабах нужно передать Россию. Он подчеркнул, что сама постановка вопроса оскорбительна. В этом году отмечается 200-летие Гюлестанского договора. После этого договора 12 октября 1813 года в Восточной Армении состава Персии вошла в Россию. Это произошло независимо от нас. Сейчас там, после Октябрьской революции, создали новую Трестскую республику, которую назвали Азербайджан на нашей исторической земле. Я это хочу сказать. Сказал Балаян, поясним свою позицию. Мне кажется, что после того, как был подписан Гюлестанский договор, когда эти народы перешли в протектор от России, здесь большинство народов приобрели многого положительных моментов. Например, многие народы приобрели национальную идентичность, сохранили свои традиционные религии и начали возрождать именно свою национальную идентичность. Затем они, значит, дальше укрепили свою государственность и дальше, как мы знаем, получили государство. Таких, например, вот возьмем Азербайджан, Армения или Грузия, взяли Дагестан. Но есть некоторые народы, которые ничего не получили. Вы, наверное, все знаете, что у нас было, да, у нас тоже был, значит, был такой Муганская республика. У нас тоже в начале, значит, 19 века была, значит, на таловском языке книга. Значит, школа была затем, это было закрыто, и сама автономная республика была ликвидирована. Кстати, участники конференции обратились с призывом не закрывать филиал РИА Новости в Армении. Увы, в работе форума не приняли участие представители Азербайджана. Председательствующий директор Института стран СНГ Константин Затулин объяснил это тем, что он объявлен в Азербайджане персоной нон-грата из-за посещения НКР и с сочувственным пониманием отнесся к азербайджанским политологам и экспертам. Что касается представителей азербайджанских СМИ, электронных, а также телеканала «Лидер ТВ» и радио Азербайджана, то они высидели всю конференцию до конца, иной раз бурно реагируя между собой, к примеру, когда речь заходила о письме Зория Балаяна. А сразу по окончании носившего академический характер форума, присутствовавший на нем московский корреспондент азербайджанского агентства «Салам Ньюз» журналист Альбинос Роман Агаев огульно обвинил ее участников чуть ли не в подрыве территориальной целостности Азербайджана, а бакинский политолог-востоковед Зарду Штали-Заде назвал конференцию провокацией против Азербайджана. Предшествовавшую гилистанскому договору обстановку в регионе охарактеризовал в своем докладе депутат Национального собрания НКР Ваграм Балаян. Гилистанский договор стал непроходящей исторической реальностью для нашего народа. Он в очередной раз свидетельствует о том, что Карабах перешел под владычество России, будучи в статусе отдельной национально-государственной единицы. Таким образом, как территория, составляющая нынешний Азербайджан, так и территория Нагорно-Карабахской республики, перешли к России в равном правово-субъектном статусе. Значит, если после распада Советской империи упомянутая страна имеет право создать свое национальное государство, этим правом обладает также Карабах. Гилистанский договор может стать политическим ориентиром в процессе разработки и формирования принципов внешней политики дипломатии НКР. Он, кроме политических аргументаций, имеет также правовое поле, продиктованное условиями наших дней. Первоначальные шаги правовой стороны признания НКР обязательно нужно связываться с гилистанским договором. Здесь нынешний Азербайджан выступает как второстепенное лицо. Основной узел это связь Карабах-Россия, так как если сама Россия сейчас на пути становления своей государственности пробует осуществить его цивилизованными критериями, она не может игнорировать правово-договорные основы истории. Один из таких основ является гилистанский договор. Одно из проявлений политико-правовой силы гилистанского договора заключается в том, что он не нуждается в защите. Игнорирование этого договора какой-либо стороной может отрицательно сказываться на интересах этого государства. Несмотря на тяжелые потери армян Арцаха, совместно с Россией усилия дали желание плоды. Правда, меликий католикос Канзасаров в начале XIX века не удалось восстановить государственность. Зато регион, оказавшийся в составе Российской империи, наметил перспективы развития национального единения Арцаха. Факта продажи российской стороной оружия Азербайджану и письма Зория Балаяна коснулся сотрудник Ассоциации приграничного сотрудничества России Александр Собянин. Я, как верный путинец, хотел бы напомнить, или, если кто не знает, объяснить, почему Россия на такую большую сумму, гораздо большую сумму, чем Армения, поставляет оружие Азербайджану. Конечно же, это не носит антиармянский характер, тем более это не носит характер игры или некого бизнеса на крови, безусловно. Россия слишком ответственно в последнее время понимает, что фактически мы в значительной части мира остаемся последними держателями, миротворцами. И такие поставки оружия направлены только с одной целью. Все режимы по соседству с Россией, независимо от степени союзнических отношений, должны быть стабильными и не должны быть свергнуты международной исламистской силой. И одно дело, неважно, что азербайджанская армия работает по стандартам НАТО, поставки российского оружия – это значительная степень гарантия того, что уходит угроза свержения режима Ильхама Алиева. И по вопросу Карабаха, вот очень хорошее нам, интересно, во всяком случае, раздали письмо Зори Балаяна по вопросу Карабаха. Там достаточно интересная и неожиданная мысль, предложение посетить Владимиру Путину, посетить Карабах. Вот если отойти, собственно, от текста этого письма, Карабах и Путин, если мы посмотрим на действия Владимира Владимировича Путина, то понимаем, что он туда может поехать только вместе с президентами Азербайджана и Армении. И если мы так ставим вопрос, то сразу становится понятным, насколько большая ответственность на научном аналитическом сообществе, чтобы вообще можно было обсуждать подобные вещи. Потому что ехать туда, решить этот вопрос – это невозможно. Это из разряда политической утопии. Во второй половине работы конференции в зале появился бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ по Нагорному Карабаху Владимир Казимиров, сделавший акцент на приближающемся 20-летии Бишкекского протокола. Больше всего меня пока что занимает то обстоятельство, что в мае будущего года исполнится 20 лет прекращения вооруженного конфликта, прекращения массового кровопролития в Карабахском конфликте. Вот это очень важно – оценить плюсы. Их немного, но они очень существенны. И минусы, которых много, и которые, так сказать, портят плюсы того, что было вот за эти стекающие 20 лет. Жаль, что этого периода не хватило для установления прочного мира на Южном Кавказе. И, в частности, в отношениях между Азербайджаном, Арменией, Нагорным Карабахом. Вот это необходимо проанализировать в канун 20-летия перемирия. Все-таки шансы такие в истории предоставляются не так часто. Первые оценки конференции и прозвучавшим докладом были даны уже в кулуарах форума. Научно-практическая конференция, посвященная проблемам Гилистанского договора, посвященная 200-летию Гилистанского договора и значению этого международно-правового документа, она имеет важное значение, конечно же, потому что она соединяет, с одной стороны, исторические аспекты российской политики на Кавказе, как в период Российской империи, Советского Союза, так и актуальную современность, которая, конечно же, характеризуется некоторыми особенностями. И на конференции подчеркивалось, что, к сожалению, не существует уже Российской империи, то есть того субъекта, который подписывал Гилистанский договор, не существует, и Советского Союза имеется новая политика-правовая реальность в течение уже 20 лет, и имеются новые субъекты международно-правовых отношений, не только признанные, но и частично признанные, и Нагорно-Карабахская республика, к которой непосредственное отношение имеет проблемы Гилистанского договора, или, во всяком случае, та его интерпретация, которая высказывается теми или иными субъектами внешнеполитической деятельности. На конференции совершенно справедливо, на мой взгляд, подчеркивалась важность вопросов безопасности для современного Кавказа и их, так сказать, основополагающее значение. Подчеркивалась важность российско-армянских исторических связей, которые, конечно, не исчерпываются ни Гилистанским, ни Туркманчайским договором, но именно эти документы позволили армянскому народу и другим народам Закавказья выступить со временем самостоятельными субъектами, в том числе и в качестве независимого государства. Это прозвучало. То есть этот договор создал ту среду безопасности, в которой народы Закавказья могли успешно развиваться. И, конечно, в современной ситуации так или иначе уроки Гилистанского договора, они учитываются, и его политика права и последствия. Может быть, не всегда это, так сказать, имеет прямой непосредственный характер, потому что есть новые обстоятельства, есть новые какие-то вводные, например, внешние игроки новые. Хотя, с другой стороны, подчеркивалась роль Великобритании, внешнего игрока, который активно участвовал в различных политических и военно-политических событиях на Ближнем и Среднем Востоке и на Кавказе. Сейчас, как мы знаем, роль Великобритании тоже существенна, хотя, может быть, и не всегда она заметна, но также существенна и роль Соединенных Штатов Америки. В этом отношении Гилистанский договор и та политическая, дипломатическая и военная борьба, которая предшествовала его заключению и сопровождала все эти русско-персидские войны, она имеет очень важное значение, потому что те или иные события, они имеют свойство повторяться на новых, может быть, исторических виражах, применительно к новым условиям. Ну и кто знает, может быть, история так распорядится, что мы будем говорить о новом Гилистанском договоре, конечно же, применительно к новым условиям, к условиям 21 века, к условиям тех военных опасностей, в том числе, которые имеют место быть и все четче и четче обозначаются. Участники конференции, на мой взгляд, совершенно обоснованно подчеркивали роль Турции и тот факт, наблюдавшийся в течение двухсот лет несколько раз, что как только Россия уходила по тем или иным причинам из-за Кавказа, где создавала там вакуум безопасности, этим неизменно пыталась воспользоваться прежде всего Турция, что, конечно же, является очень большим вызовом, кстати говоря, не только для Республики Армении, Нагорного Карабаха, но и в некоторой степени для самой России, с учетом той активной политики, которую осуществляет Турция, вообще и на Северном Кавказе в том числе. Кстати говоря, органическая связь, неразрывная связь Северного Кавказа с Закавказьем, она тоже неоднократно подчеркивалась участниками конференции. Мне кажется, что данное мероприятие вполне может выработать некие рекомендации по реализации российской внешней политики в Кавказско-Каспийском регионе, с учетом того уровня экспертного состава и научного состава, который не исчерпывается, кстати говоря, представителями России и Армении, были еще представители некоторых государств и народов. И, конечно же, конференция достаточно широко будет освещаться прессой, причем с самых разных ракурсов, и она станет важным событием в осмыслении не только конкретно геористанского договора, но и вообще уроков российской внешней политики и их влиянию на современную внешнюю политику российского государства. Любой акт, любая конференция, она весьма полезна, но я считаю, что это пока хилая ситуация, потому что русские, наши коллеги и друзья, они забыли, что такое геористанское договор. Хотя по геористанскому договору, который никто не отменял, вся эта территория, без искусственного названия слова «Азербайджан», придуманная уже Сталиным, она по идее не существует. И все Каспийское море принадлежит России. Но, видите как, все пошло по-другому из-за политики большевиков, которые привели к такой проституции политической. И мне кажется, это тоже является очень полезным, хотя и робкой попыткой установить истину историческую в этом регионе земного шара. Руководитель неправительственной организации интеграции и развития из Армении Арам Сафарян огласил любопытные данные проведенного в Армении опроса. К таможенному союзу отношения Армении следующие. Если задать вопрос вы за Европейский союз или таможенный союз, большинство населения хочет увидеть обоих вместе. Но если задать вопрос в случае или-или кого выбираете, то получается, что 86% населения Армении однозначно поддерживает таможенный союз. Еще один феномен. При том, что 86% населения опрошенных в Армении за таможенный союз, однозначного и полного представления о таможенном союзе имеет только 10%. Таким образом, остальные 74% просто доверяют России и ее политическим инициативам. Чтобы понять, какая большая разница между сторонниками и противниками таможенного, не противниками, а сторонниками евразийской интеграции и европейской интеграции, можно сказать следующее. В вопросе развития промышленности и ее стратегических областей 74% видит возможность развития этих отраслей только в результате сотрудничества с Россией. 74% населения. И менее 15% видит возможность развития промышленности и каких-то ее важных стратегических областей только с Европейским союзом. Европейский союз выигрышно выглядит только в двух вопросах. Большинство населения Армении, 57%, предпочитает Европейский союз в качестве партнера по развитию экономики. И здесь есть над чем подумать, потому что науку-то поднимал Советский союз, в том числе и Академия наук Армении, созданная при Союзе в 1943 году, юбилей которого мы сейчас отмечаем. Но все-таки население большинство считает, что науку развивать необходимо с Европейским союзом. И последний вопрос. В случае защиты прав человека и гуманитарных институтов большинство уповает все-таки на Европу. Я хочу сказать, что сам факт того, что 86% населения Армении поддерживает решение руководства страны о присоединении к таможенному союзу и участии в перспективах евразийской интеграции, говорит о том, что наше общество достаточно традиционно в своих отношениях, потому что проведенные социологические опросы последних 11 лет, в том числе пятилетней давности опрос, проведенный фондом, американским фондом Карнеги, по тому же вопросу, по вопросу ориентации населения, традиционно все эти цифры до протяжения 10 лет совпадают. Последний доклад на конференции, касавшийся исторической правды и идеологических искажений, был сделан советником МИД НКР Арсеном Мелик Шахназаровым. Люди, которые выросли на советских учебниках и по инерции, которые продолжают учить истории по новым учебникам старого советского образца, они этого, конечно, не знают. Отсюда вот эти все исторические фальсификации, дело не в них, не в фальсификациях, я чуть дальше скажу, к чему я клоню. Таким образом, как я уже сказал и как сказал господин Владимир Раевский, Гюлистанский договор был призван объяснить советскому студенту, ученому, что по этому договору вошел Азербайджан, который создан был сто лет спустя, как мы знаем, в 2018 году и продолжил существование при советской власти в качестве республики советской. Что касается Трукманчайского договора, то это считалось датой вхождения Армении на основании присоединения по этому договору к России Ереванско-Нехчеванских ханств, которые составили потом Армянскую область и так далее. Совершенно игнорировался тот факт, что впервые именно по Гюлистанскому договору значительные армянские территории, прежде всего Карабах с Ангизовым, которые были фактически обидны в Карабахское ханство, о чем здесь тоже говорилось, будучи фактически армянским государственным образованием, полуонезависимым, автономным, положив начало вот этому вхождению. Теперь по инерции, я еще раз повторю, все это продолжается, хотя в последнее время существует такая тенденция в российской историографии, в политике, все, что осталось за пределами Российской Федерации, в учебниках истории, во всяком случае школьных, практически не рассматривается. Вот я сегодня специально посмотрел, у меня младший сын учится в 8 классе, они изучают новую историю Европы и Азии. Я посмотрел пару страниц про Персию, там сказано, что Персия в результате двух войн, называется цифра года, потеряла свои территории, которые отошли к России, то есть там даже вообще не упоминается Билистанский договор. Возможно, это правильно. 12 октября по телевизору были репортажи, я специально отслеживал по вестям российским, вести 24, были репортажи, в которых договор упоминался в связи с вхождением в Россию Дагестана. И это понятно, потому что Дагестан остается частью Российской Федерации и ограничивается как бы этим. Хочется надеяться, что форум, открывшийся и завершившийся докладами членов арцарской делегации, даст практические результаты в деле дальнейшего сближения России и Нагорно-Карабахской республики и двух братских народов. Дорогие друзья, вы смотрели специальный выпуск программы «Вестник», посвященный прошедшей 31 октября в Москве научно-практической конференции на тему «Гюлистанский мирный договор история и современность». Следующий выпуск программы «Вестник» смотрите 17 ноября. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин